в далеком августе 1965 года на экраны страны вышел фильм операция и и другие приключения шурика режиссера леонида гайдая которая состоит из трех самостоятельных новелл напарник на вождение и операция и все они объединены фигурой главного героя простоватого и неунывающего студента шурика в этом видео я вам расскажу как создавалась одна из самых любимых советских комедий минуточку минуточку будь добры помедленнее я записываю а все начиналось так в начале 1964 года гайдай знакомиться с двумя сценаристами морисом слободским и яковом костюковским они предлагают режиссеру сценарий несерьезной истории включающий себя две киноновеллы про студента очкарика владика арькова первой половине он перевоспитывает некого мрачного типа который с прохладцей относится к своей работе невежлив с дамами и так далее во второй новелле владик устраивается репетитором и готовит к поступлению в институт единственного сына любеобильных родителей а болтуса илюшу мечтавшего уехать из своей мещанской семьи куда-нибудь подальше гайдай присоединяется к созданию сценария 10 марта 1964 года во втором творческом объединении киностудии мосфильм была принята заявка на сценарий несерьезной истории и с его авторами заключили договор 25 марта был одобрен литературный сценарий и дано добро на запуске его в режиссерскую разработку правда литературный сценарий уже сильно отличался от первоначальной заявки имя студента осталось прежним влади корьков однако сюжет новелл изменился и приобрел ту основу которую хорошо знакома нам по фильму 1 новелле напарник владик перевоспитывает тунеядца 15 суточника на стройке во второй весеннее наваждение влюбляется в период экзаменационной сессии в девушку лиду эту новеллу гайдай подсмотрел в польском журнале шпильки но поскольку двух новеллы явно не доставало для полнометражного фильма то сценаристом было дано задание придумать третью причем в ней необходимо было скрестить нового героя владика со старыми троицей балбес трус бывалый которая так полюбила с зрителям из которой гайдай не собирался ни в коем случае расставаться после месяца напряженной работы на свет явилась новелла операция и на этот раз владику единственному сквозном и герои всех трех новелл предстояло разоблачить расхитителей социалистической собственности с первого июня начались кинопробы актеров на главные и эпизодические роли самыми сложными оказались поиски главного героя студента владика в одной только москве гайдай пересмотрел более сотни кандидатов среди которых были актеры которые вскоре стали знаменитыми виталий соломин сергей никоненко евгений жариков андрей миронов с последним велись только переговоры и другие в итоге худсовет студии остановился на кандидатуре валерия носика хотя сам гайдай сомневался не совсем устраивал его и михаил пуговкин которого худсовет рекомендовал на роль верзилы первую новеллу помог как всегда случай еще во время работы над сценарием гайдай пришел к убеждению что главного героя он будет списывать себя вот почему даже внешне владик альфов был выписан сценарий как копия гайдая длинный юноша в очках как заметит много позже жена режиссера не на гребешкова владик это сам леонид и ович все его поступки жесты конечно актер преломил их через себя но образ шел от лени он действительно был таким не складный наивный и очень порядочный рекомендованный гайдаю валерий носик под выписанный гайдаем образ и явно не подходил и тут кто-то съемочной группе произнес фамилию молодого актера александра димьяненко взглянув на его фотографии гайдаем мгновенно обнаружил внешнее сходство с собой в итоге 11 июля гайдай отправляется в ленинград на личные переговоры с димьяненко оба остались довольны друг другом актер потом вспоминал я как прочел сценарий операция и понял что фильм обречен на успех ничего подобного в нашем кино тогда не было послушай у вас несчастные случаи на стройке были не пока еще ни одного не было будет шли из питера гайдая привез еще одного ленинградского актера которого хорошо знал по совместной работе деловых людях алексея смирнова его он хотел попробовать на роль берзилы вместо пуговкина последнего забарковал художественный руководитель второго творческого объединения иван пырьев который посмотрев пробы заявил для этой роли такая бандитская физиономия как у пуговкина явно не годится в итоге пуговкину досталась роль прораба на которую изначально пробовался владимир высоцкий тогда же гайдай найдет и актрису на главную роль во второй новелле наталью селезневу селезнева пришла на пробы без всякой надежды на успех перед этим хорошо проведя время на пляже едва она вошла в павильон гайдай предложил ей пройти весьма рискованный тест раздеться перед камерой актриса заколебалась тогда гайдай произнес роковую фразу вы мне конечно нравитесь но мне кажется что фигура у вас не очень то тут селезневой взыграла самолюбие и она скинула платье оставшись в одном купальнике и тут же была утверждена на роль скромной советской студентки куд совет второго объединения просмотрел эти пробы и поставил точку утвердил актеров на главной роли шурик демьяненко верзила смирнов прораб пуговкин лида селезнева а бедолага валерий носик сыграл эпизодическую роль студента картежника сдающего экзамены в новеле на вождение можно еще пожалуйста еще бери тебя что-то себе началу съемок владик неожиданно по цензурным соображениям становится шуриком владика забраковала политическая цензура с аргументом что владик это владлен а владлен это владимир ленин нельзя комического героя называть именем вождя мирового пролетариата первый съемочный день фильма операция и датирован 27 июля 1964 года в этот день на территории мосфильма снимали эпизод во дворе милиции с участием массовки она изображала тунеядцев алкоголиков и двух актеров смирнов он же верзила и владимира басова он же милиционер в этот эпизод гайдай вставил случай из собственной биографии это касается сцены во время которой арестованных на 15 суток распределяют на трудовые работы правда в его жизни это было связано с войной иркутский театр где он работал во время войны приехал военком всех мужчин построили и он спросил кто хочет на фронт граждане алкоголики хулиганы тунеядцы кто хочет сегодня поработать все сделали шаг вперед тогда военком сказал для начала будем брать тех кто знает немецкий язык мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал шаг вперед сделал только один человек леонид ивович гайдай и сам сыграл здесь маленькую роль во многих изданиях пишут что эта роль алкоголика который произносит фразу огласите весь список пожалуйста песчаный карьер два человека уборка улиц три человека но на самом деле это не профессиональный актер олег скворцов а гайдай сыграл другого менее заметного задержанного 30 июля группа перебазировалась на одну из строительных площадок свиблова чтобы начать съемку эпизод настройки весь август и сентябрь группа работала в нервном режиме подводили киношников то погода то техника то плохая пленка в итоге 3 октября гайдай вместе с оператором и художником вылетают в баку чтобы выбрать место для натурных съемок так как в москве погода испортилась окончательно и бесповоротно однако и в столице азербайджана погода оказалась не лучше тогда выбор пал на одессу съемки в одессе начались 21 октября но и там группу продолжал преследовать злой рок назначенная на этот день съемка была отменена из-за внезапной болезни демьяненко простой делся до 25 октября а когда съемки возобновились то внезапно испортилась погода и объект у дома лиды пролетарский бульвар 22 пришлось снимать в несколько заходов что в переводе означает собор парижской богоматери какой какой матери парижской богоматери в одессе продолжили снимать и первую новеллу в районе новые черемушки в одессе тоже есть такой снимали в частности эпизод где шурик угодил в битум но и здесь без происшествий не обошлось из-за чьей-то неосторожности битум внезапно загорелся тушили пожар и строители и киношники съемки в одессе продолжались до 22 ноября затем группа вернулась москву на мосфильме снимали квартиру лиды 12 декабря группа переезжает ленинград где должна была сниматься третья новелла однако и там погода не порадовала 14 декабря месту предстоящей съемки 10 самосвалов привезли снег но он весь растал еще до начала съемок было принято решение заменить снег подручными материалами ватой и нафталином когда все было готово то чтобы снег кавычках не разнесло ветром снимать начали с конца с эпизода когда старушка уже я дуванчик прибегает на склад и застает там четырех спящих мужиков шурика труса балбеса и бывалого и мышку которую принес дрессировщик князев кстати мышку больше всего ругали на худсовете и хотели вырезать ее из картины но режиссер отстоял серую артистку 12 января состоялось заседание худсовета 2 объединения на котором был пересмотрен отснятый материал именно на этом заседании иван пырьев предложил поменять название фильма смешные истории на операцию и и другие приключения шурика тем временем съемки продолжались и 21 января в павильоне номер 13 мосфильма снимали логово троицы это там балбес поет песню постой паровоз постой паровоз не стучите колеса кондуктор нажми на тормоза а трус тренируется сначала на своих напарниках а потом на фарфоровых кошках цензура блатную песню пропускать сначала не хотела но гайдай отстоял ее убрав один куплет который по словам сценариста якова костюковского звучал приблизительно так пусть гадом я буду я пилку достану решетку и ей перепилю пускай луна светит своим коварным светом но я из тюрьмы убегу 1 февраля 1965 года павильоне номер 8 начали снимать эпизоды ограбления склада вспоминал юрий никурин для эпизода бой на рапирах пригласили преподавателя фехтования который учил нас драться на рапирах после нескольких занятий мы дрались как заправские спортсмены показали бой леониду гайдаю он посмотрел со скучающим видом и сказал деретесь вы конечно хорошо но все это скучно а должно быть смешно у нас же комедия все-таки тогда-то гайдай и придумал эпизод когда шурик прокалывает балбеса шпагой у того появляется кровь которая потом оказывается вином из спрятанной за пазухой бутылки а помните в третьей новелле в эпизоде погони на складе балбес натыкается на скелет было снято 8 вариантов этой сцены во время одной из дублей никурин решил похулиганить взял и сунул палец между открытыми челюстями что не было предусмотрено сценарием а те вдруг замкнулись щелкнули камера сняла эту импровизацию которая и вошла в фильм 25 февраля состоялся худсовет на котором обсуждалась третья новелла фильма приведу отрывок из выступления художественного руководителя второго творческого объединения мосфильма ивана пырьева в комедии главное четкость и тактичность поведений но иногда этой тактичности исполнения и не хватает вот мургунов он не смешон а часто неприятен то же самое случается и свицыным его манера поведения была прекрасной все барбоси здесь же много кажется фальшивым нельзя все время работать на одной и той же краски в этом отношении прекрасен никулин в каждой сцене он оригинален но и всегда разный на следующий худсовет после просмотра всей картины пырьев потребовал кончать снимать маргуновой пуговкина они не интересны и надоели после чего другая инстанция сценарно-редакционная коллегия потребовала от гадая вырезать ряд эпизодов частности когда негр в кавычках верзила он же маргунов гоняется за шуриком когда студенты сдают экзамены но гайдай оставил все как есть чуть позже ему припомнили когда присваивали категорию фильма 2 июля комиссия по определению группы отнесла операцию и ко второй категории 8 июля 1965 года генеральный директор мосфильма сурин и художественный руководитель 2 творческого объединения пырьев пишут письмо председателю государственного комитета ссср по кинематографии романову в котором заявляют по фильм леонида гайдая заслуживает самой высокой оценки цитата из письма в данном случае как нам кажется принцип объективности и беспристрастности был нарушен в первую очередь потому что за пренебрежительной оценкой фильма операция и кроется пренебрежительное отношение комедии вообще и эксцентриаде в особенности немногочисленные призывы печати ненастойчивые пожелания зрителей просящих требующих новых и хороших комедий не могут опровергнуть все еще быту еще убеждения что комическое в искусстве комическое в кино есть жанр несерьезный и низкий это письмо возымела таки действия фильму дали первую категорию фильм операции и вышел на экраны страны в середине августа 1965 года зрители встретили его очень восторженно свидетельством тому и рекордная за всю историю советского кинематографа на тот момент времени числу зрителей посмотревших картину 69 миллионов 600 тысяч зрителей а